Всем большой привет из Харькова, из Черкасской Лозовой. Здесь находится моя дача в двух километрах от Харькова, от окружной дороги. Хотя сама деревня не в двух километрах, а сразу начинается за окружной дорогой. А до моего дома два километра. Очень холодная погода, ветреная. И так как не было в этот день дождя, я вот решила сделать прогулочку. Показать вам, какие у меня цветочки ранние цветут сейчас. Вот эти гиацинты. Это мускари беленькие. Гиацинты я посадила давно, уже растут на этом месте больше 10 лет. Я их не рассаживала. И одно время было такое впечатление, как будто они замерзли. Но это три года назад. Но они оказались просто присыпаны землей. Толстым слоем. И поэтому вылезли с опозданием. Ну а сейчас они пробрались, наверное, поближе к поверхности. И рано весной они уже появляются из земли. Запах стоит обалденный. Но очень низко нужно наклоняться, чтобы понюхать эти цветочки. И так как погода ветреная, то запах разносится на несколько метров. И мои вот еще ранние цветочки другие гиацинтики. Эти еще раньше были посажены. Вот такие вот голубые. Вот сейчас увидите. Это кактус опунция. Кстати, в этом году на опунцию напала ржавчина. И когда я брызгала хвойные деревья от грибковых заболеваний, уже два раза брызгала то заодно и прошлась по всем фруктовым и по опунции тоже. Ну вот этот гиацинтик у меня посажен, ну уже, наверное, лет 20 растет. Но был он в другом месте. Я пересадила сюда, а там остались, видно, маленькие луковички. Что теперь у меня получилось в двух местах вот такая красота. Из этих маленьких луковичек теперь выросли полноценные большие кустики. Ну такие, как вот этот кустик. И начинают оживать вот почвопокровные седумы всякие. Нарциссики вот цветут, но только ранние. У поздних только-только появились бутончики. И вот там дальше во дворе мы перейдем. Я покажу, что там, где обычно у меня целые букеты нарциссов цвели в этом году. Ну, наверное, из-за холодов очень мало бутончиков, цветочков мало. Это сосна горная. Вот я ее сажала крошечку. Купила на базаре как-то в стаканчике. И сантиметров 10, может быть, 15 было высотой. И вот за 20 лет она такая выросла, большая. И уже цветет, дает шишечки. Красавичка. Она растет кустом. Если кто не знает, что такое сосна горная, она растет кустом широким. А это спирея японская. Кустиком растет. Кустик небольшой, его надо все время стричь. И тогда будет свести весь сезон до морозов. Только-только начинают пробиваться листики из-под низу. Дальше вот идем. Здесь вот фиалочки. Когда-то сажала один кустик. Буквально она рассеялась. И теперь красиво весной. Но требует много влаги. Если не поливать, то летом она как бы пропадает, а потом сходит опять на следующую весну. Это японская лиственница. Она растет таким кривым стволом. Невысокая. И вот уже дает шишечки. Уже начало цвести. Тоже ей 20 лет. Но она небольшая. Это не та лиственница, которая европейская, которая растет до неба. Вот это другой вид. Вот под ней фиалочки тоже. Здесь вот. Бурьянцы вон уже проклевываются. Надо будет с ними как-то бороться попозже. Потом еще дальше. Вот сейчас увидим красивое растение яснотка. Она тоже вечно зеленая, так как и седумы. Летом цветет сиреневыми цветочками. Бывает еще белыми цветочками цветет. Но у меня только сиреневыми. Вот она. Видите, у нее листики как серебристые. Будто вот. Ну еще, когда отрастут молодые листики, то будет еще красивее. А это прошлогодние листики. Вот они зимуют. Под снегом или без снега. Но если без снега очень сильные морозы, то листики подмерзают. Сейчас пойдем дальше. Во двор. Посмотрим, что там делается. Ну вот это вот те нарциссики, которые цвели всегда шапкой. Это красивый сорт. Это не ранние. Они немножко поздноватые. Но все равно бутонов обычно было больше. Наверное, из-за холодной зимы такой ненормальной. Вот. И это сосна. Черная сосна. Ей уже лет пять. Сажала тоже маленькую-маленькую крошечку в стаканчике. Почему-то нижняя веточка желтеет. Вот. Надо почитать еще, вспомнить, чего может не хватать хвойным. Почему они желтеют. Но это не грибок. Это просто пожелтение. Наверное, каких-то микроэлементов не хватает. Или перебор может быть. Тут на этом месте росла у меня голубая елочка. Но постепенно она пропала. Вначале начали сохнуть верхние веточки. Ну, верхушка отсыхала. Потом нижние ветки. Она пропала. И потом я прочитала, что будто бы елочки голубые. Именно голубые. Обычные елки у меня прекрасно растут. Уже до неба выросли. А голубые не любят близкое залегание воды. Тут до воды два метра. В некоторых местах полтора. Ну, вот пиончики ранее повылазили тоже. Нарциссики ранее. Здесь место такое больше всего солнца бывает. Вот с утра и днем. И все равно бутонов очень мало. Вот видите. Раз, два и все. Хотя цвели раньше эти кустики очень пышно. Было много цветочков. И сейчас увидите мой пруд. Вот мы до него дошли наконец. Ну, пока здесь ничего интересного нет. Растения теплолюбивые, которые в горшках, я еще не выставила на терраске. Еще холодно. По ночам заморозки. Сегодня было два ночи. Вот видите, рыбки плавают толще. Вот. Они не поднимаются к поверхности, потому что сейчас возле дна теплее, чем возле поверхности воды. От земли снизу идет все-таки больше тепла, а сверху мороз. Пока рыбок еще не видно. Дно не просматривается, так как вода еще не устоялась. Здесь вот стоял у меня насос. Не насос, а фильтр напорный. Теперь он мне не нужен. Я его уже продала. И посадила здесь вот ирис. Ирис, который как раз любит водичку с пурья. А бородатые не любят. Они у меня дальше там растут. На более высоком месте. И там я почти не поливаю. Это биоплата. Тоже из-за холодов только-только начали отрастать здесь растения. Вот это ирис болотный. Возле мостика это рогоз узколесный. И тут еще есть японские ирисы. Ну и сейчас здесь не поймешь, где что. Ну и другие болотные растения. Я уже снимала на эту тему видео. И еще сниму, вот как по отрастают растения. Будут цвести ирисы. Будет намного интереснее. Ну видите, какой огород. Пустой-пустой. Растет только трава газонная. Уже пора косить. Бурьяны хорошо растут. А на деревьях ни одного листика. Потому что очень-очень холодно. Травка, вот видите, газонная. Иногда режу рыбкам на корм. Как салатик кушают. Вот. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. За подписку на мой канал. За поддержку вашу. И до следующей встречи. В новом видео на моем канале.